Когда поставлена задача оцифровать поля в хозяйстве, ее можно легко решить в системе ExactFarming. Для этого есть несколько вариантов. Просто нарисовать контуры по подложке карты Яндекс или Google, или можно загрузить уже имеющиеся контуры полей с помощью импорта файлов. Есть вариант создать поле из контура, отображаемого на кадастровой карте. Самый универсальный способ объехать поле с мобильным устройством и нарисовать его контур в приложении ExactFarming. В приложении, в том числе и в оффлайн режиме, можно оставлять заметки в конкретных точках на полях в виде вот таких синих флажков и сохранять в них фотографии, комментарии и данные из справочников об обнаруженных болезнях и вредителях. Удобно распланировать севооборот, сохранить и анализировать историю сева на полях можно в структуре посел, где наглядно отображается информация еще и о результатах производства, плановая и фактическая урожайность на поле. В системе ExactFarming имеется собственный погодный сервис. Используются данные с ближайших к вашим полям промышленных метеостанций. Есть возможность подключения собственной портативной метеостанции. В системе доступен не только прогноз, но и история погоды с отображением суммы активных температур и суммы накопленных осадков. Период анализа можно гибко настраивать. В арсенале ExactFarming есть учетная система, которая позволяет планировать затраты и ресурсы на производство, а потом контролировать их в течение сезона. Контроль возможен благодаря двум отчетам. Первый это планфакт, в котором можно оценить бюджет на прямые затраты и сравнить его практически в онлайн режиме с фактическими данными о тратах. В детальном виде этого отчета можно оценить распределение плановых и фактических затрат на каждую культуру, каждое поле, а также на отдельную работу в выбранном поле. Второй отчет это расходы хозяйства, в котором отражены фактические затраты и расходы материалов по категориям семена, удобрения, средства защиты растений, зарплата и топлива. Здесь можно найти большую статью затрат, в моем случае это удобрение, и найти какое именно, на каком поле и какое количество внесено. Для оценки плановых затрат на поле, на культуру, на гектар достаточно заполнить технологические карты по каждой культуре, из которых мы получаем плановый бюджет на производство, а уже в сезоне вести дневник фактически выполненных работ. Техкарты складываются из списка предстоящих работ, в каждой из которых отражаются вид работы, когда она проведена, на каких полях, кто ее будет выполнять, на какой технике и с каким орудием, а также три вида затрат, оплата труда, сколько будет потрачено топлива и расходных материалов. Когда все технологические карты будут сформированы, можно выгрузить лист потребности, в котором будет содержаться информация об общем количестве и стоимости всех вошедших в техкарты расходных материалов. В сезоне ведется дневник фактически выполненных работ, карточки которых можно сформировать двумя способами. Либо перевести плановую работу в фактическую нажатием кнопки подтвердить, либо заполнить вручную специальную форму. Здесь сначала заполняются минимально необходимые данные и после нажатия кнопки продолжить вводятся оставшиеся уже знакомые нам атрибуты. При этом указанные в работе расходные материалы списываются со склада. Сам склад разделен на четыре категории семена, удобрения, средства защиты растений и прочие расходные материалы. Заполняется он в полуавтоматическом режиме, то есть нам достаточно только формировать приходные операции, а расходные операции формируются автоматически после сохранения карточек фактически выполненных работ. Справочники болезней и вредителей. В них можно не просто найти информацию о заражении, но также подобрать подходящий препарат и дозировку для борьбы с ним. Увеличить эффективность использования экзактфарминг можно подключив спутниковый мониторинг. Доступные индексы это самые популярные NDVI, а также индекс EVI, и индекс влажности поверхности NDMI. Проверить отсутствие облаков можно, использовав натуральный цвет, то есть фотографию со спутника. С помощью аналитической шкалы можно быстро находить даже на больших полях проблемные участки, где уровень вегетации сильно отличается от среднего по полю, как в меньшую, так и в большую сторону, и оценивать площадь этих участков. После анализа спутникового снимка можно объективно выбрать точки для осмотра поля и сразу поставить задачу, нажав новый осмотр. А сами точки либо поставить самостоятельно, либо использовать алгоритм компьютерного зрения, что уменьшает время анализа и срок постановки задачи на осмотр. Постановка задачи также возможна на любом слое рельефа, например в зонах аккумуляции влаги по карте увлажненности почвы, в которой после выпадения осадков или схода снега велик риск возникновения болезни растений. В поле с помощью мобильного приложения даже без интернета можно найти эти точки и составить отчет об осмотре, заполнив необходимые атрибуты. Когда данные об осмотрах полей из мобильного приложения будут переданы на сервер, результаты можно быстро найти с помощью фильтров, например, все осмотры конкретного поля, проанализировать их и проконтролировать, какие точки уже осмотрены и как близко к плановой точке подошел ответственный за осмотры. Есть возможность скачать отчет об осмотре в формате pdf, сохранить его или распечатать. В помощь агроному в системе ExactFarming есть агрономический советник, подключив который можно не просматривать спутниковые снимки на всех полях, а получать уведомления о неоднородности вегетации на поле или существенном отличии уровня вегетации на поле по сравнению с другими полями с той же культурой. Также получать уведомления о планируемых работах и погодные предупреждения, когда ожидается дождь или сильный ветер и в то же время запланирован сев, опрыскивание или уборка урожая. Кроме этого будут подсвечены поля, на которых по результатам осмотров обнаружены болезни или вредители. Одним из инструментов оценки полей является анализ рельефа. В ExactFarming можно оценить карту высот, в том числе в 3D режиме и посмотреть водотоки на поле. Для более детального анализа используется карта уклонов, на которой можно увидеть крутизну склонов внутри поля и карта экспозиции, чтобы оценить направление уклонов. Также на основе рельефа поля построена геоэкологическая карта, которая представляет собой деление территории на зоны аккумуляции, транзита и эрозии, и карта увлажненности, по которой можно, например, отыскать на поле переувлажненные участки. На карте в ExactFarming имеется инструмент сравнения слоев. С помощью него можно одновременно анализировать выбранный слой с любым другим, например, с индексами вегетации, продуктивностью или любым слоем рельефа. Для удобства используем полноэкранный режим. На общей карте имеется слой карты высот, с помощью которого можно оценить рельеф всего хозяйства в 3D режиме. В ExactFarming есть блок, позволяющий систематизировать процесс агрохимического обследования от отбора проб до хранения, анализа и визуализации данных из лаборатории. На первом шаге создается задание для отбора проб, в котором настраивается площадь элементарного участка, расставляются точки и строится маршрут для отбора образцов почвы. Далее, после сохранения задания, его можно передавать агрохимическим центром для отбора проб или начинать отбор в ExactFarming, ориентируясь в поле с помощью мобильного приложения. Когда проба отобрана и опечатана, ставим метку «Выполнено» и таким образом ориентируемся, на каких участках еще предстоит отобрать следующие пробы. Затем передаем их в лабораторию, а далее результаты анализа можно импортировать в систему с помощью специального шаблона. Нажав интересующий показатель, можно посмотреть его распределение на поле и получить качественную оценку. В ExactFarming есть инструмент делянки, который позволяет вывести работу с производственными опытами на новый качественный уровень. Для соблюдения принципа единственного отличия можно, например, воспользоваться слоем продуктивность, которая объемлет в себе все влияющие на развитие растений факторы, создать делянку для опыта, а потом дублировать ее для контрольного участка и расположить так, чтобы конфигурация зон продуктивности была как можно ближе друг к другу. Или в принципе расположить опытный и контрольный участок внутри одной зоны продуктивности. Все это позволяет объективно подойти к выбору места для производственного опыта и последующего анализа результата. Следует отметить, что делянки имеют весь функционал поля, поэтому для них могут быть составлены технологические карты, проводится учет фактически выполненных работ, а также применим скаутинг.